Мы с вами закончили разговор про церковь мормонов. В завершении хочу сказать следующую вещь. Мормоны В большинстве своем это замечательные искренние люди, которые по-человечески очень приятно и хорошо иметь своими друзьями. С ними можно поддерживать замечательные отношения. Они отличные коллеги. Это, как правило, честные люди, которые хорошо выполняют свою работу. Хорошие главы семей, хорошие братья, сестры. Люди, которые готовы помочь. Люди, которые многое могут сделать. Вообще, просто приятные люди в общении. Среди них всегда, конечно, тоже есть разные люди, как среди христиан. Проблема мормонской церкви не в том, что члены ее являются какими-то страшными зомби, которые по ночам сосут кровь из христианских детей. Проблема в том, что эти люди при всей приятности своей внешней, при всей привлекательности тех общественных дел, которые они совершают, тех ритуалов, церемоний, каких-то прочих вещей, которые делает церковь, эти люди пропоют абсолютно ложные учения, которые не имеют ничего общего с христианским. Если есть причина считать какие-то организации страшными с точки зрения психологии или общества, то есть секты вырывают людей из общества, они меняют мышление людей, они зомбируют кого-то, еще что-то. Мы много говорили об этом в первых лекциях, когда говорили о том, что такое секта. К мормонам такие обвинения предъявить труднее всего, потому что, как правило, это нормально, обычное, хорошее, спокойное, очень приятное в общении люди. Несмотря на то, что и среди мормонов, конечно, тоже есть определенная проблема психологически, время от времени появляются данные о том, что уровень разводов в штате Юта, где мормонов 40% живет, выше, чем в целом по стране. Уровень самоубийств выше, чем в целом по стране. Опять же, можно по-разному все эти цифры толковать. Я просто хочу сказать, что люди, с которыми мы общаемся, с которыми мы сталкиваемся, как правило, нормальные, хорошие люди, беда которых в том, что они исповедуют абсолютно ложные учения. И самая большая проблема мормонов в том, что их большинство внимания христиан, по моему личному опыту, это люди, которые не знают ни своего учения, ни учения христианского. То есть, на самом деле, это люди, которые в своих убеждениях, в своей жизни исходят из какого-то очень узкого представления о действительности. И поэтому этим людям нужно терпеливо объяснять, терпеливо рассказывать о том, что на самом деле происходило в истории их церкви, о том, что на самом деле написано в тех книгах, на которые они ссылаются, о том, о чем на самом деле говорят христиане, о том, о чем на самом деле говорит Писание. И открывать им глаза на вот эти вот расхождения, на разночтения, на разногласия, на проблемы, которые существуют в их учениях. Потому что велика вероятность того, что если человек задумается, если он увидит вот эти проблемы, он оттуда уйдет. К сожалению, опять же, для многих мормонов, для них социальный контекст мормонской церкви гораздо более важен, чем учение церкви. Их держат там как раз отношения с друзьями, с родными, с близкими. И для них, для многих, такая вот личная привязанность настолько велика, что даже осознавая, что учение мормонов, оно имеет какие-то проблемы, они, может быть, не всегда решатся уйти из церкви, потому что у них там очень много личных зацепок. Как они в общем относятся к христианам? Хорошо, в том плане, что никаких конфликтов не возникает. Естественно, они считают, что христианская церковь, она не проповедует истину во всей полноте. Но этот вопрос хороший, вот почему. Дело в том, что в самом начале, когда мормонская церковь только появилась, отношение к христианам формулировалось примерно так, как по словам Джозефа Смита ему сказал о христианских церквях. Либо Бог-отец, либо Бог-сын, которые явились ему во время видения первого. Он рассказывает, что лица, которые ему явились, сказали, что все христианские церкви развратились, что все их последователи отступили от истины, что все они чтут Бога своими устами, а сердце их удаляется от Бога, они далеко отстают от него. И картинка была такая, что весь христианский мир это развращенный мир, который не имеет вообще никакого представления об истине. Сейчас, когда вы говорите с мормонами, они обычно говорят, что все христианские церкви и, может быть, даже другие мировые религии, они имеют какую-то часть истины. То есть преимущество мормонов не в том, что они единственные истины, а в том, что они единственные, кто обладает всей полнотой истины. Вот то, что необходимо для того, чтобы оказаться в царстве целестиальным, в конце концов, стать Богом. Поэтому все номинально хорошие люди, которые живут в других религиях, не вставшие мормонами, они могут рассчитывать на царство террестриальное, на среднюю степень славы. То есть им не нужно будет в аду отбывать какие-то свои нехорошие вещи, если они за них покаются. Мы станем с ними братьями, я так понимаю, в какой-то степени. Будем братьями с ними в какой-то степени. Нет, мы будем жить в разных местах, то есть мы в одном месте не будем. Но мы будем жить в одном месте с неактивными мормонами. Вот те мормоны, которые в храм не попали, те мормоны, которые не совершили храм вахтавян за себя, скорее всего будут вместе с нами, с не мормонами праведными, обитать в террестриальном царстве, по этой картинке. Поэтому, в общем-то, такого антагонизма нет. Иногда возникают, конечно, какие-то конфликты, но обычно на личном уровне очень сильно зависит от конкретного человека. Я сталкиваюсь с проявлением несдержанности со стороны мормонов, особенно в отношении людей, которые пытаются проповедовать Евангелие христианское или критиковать мормонизм. Где-то поблизости от их церквей или на их конференции. Но обычно это конкретные люди, конкретные миссионеры или конкретные работники церкви, которые просто сами по себе оказались несдержанными. Вообще мормоны обычно очень вежливые люди, то есть с ними проблем никогда не возникало. У меня, по крайней мере, с ними конфликтов за все те годы, что я с ними общался, это был достаточно долгий период, никогда конфликтов не было. Кто-то со мной переставал здороваться и упорно делал вид, что меня не замечают, кто-то пальцем мне показывал, но конфликтов таких никогда не было. Вы пытались сказать, что это ложь, то, что они проповедуют? Да, на протяжении долгого времени я специально ходил к ним в собрание, встречался с ними по окончании собрания, общался с ними вне церковного контекста для того, чтобы объяснить миссионерам. Они вас сразу отрицали? По-разному, по-разному. То есть кто-то не хотел слушать изначально, особенно те люди, которые занимали какие-то посты внутри церкви, и которые знали изначально, кто я такой, они изначально ко мне относились с подозрением с миссионерами, со мной у нас были хорошие достаточно отношения, и была возможность поговорить более подробно. С кем-то из рядовых прихожан церкви у нас были достаточно дружеские отношения, у меня была возможность у них на собраниях даже высказывать какие-то мнения по разному поводу, но в конце концов, когда под конец моего общения с ними, в Выборге меня уже просто пускали к ним при условии, что я не буду ничего говорить, то есть я буду молчать. Ну понятно, кому хочет, чтобы у вас на собрании какой-то там посторонний товарищ свои вещи высказывал, но да, было очень много интересных разговоров. Не все они, и далеко не все они закончились чем-то серьезным, но я вот, к счастью, по милости Божией, был свидетелем того, как некоторые люди, они ушли из... Как вы по роду своей деятельности защищаете христианство? А у них есть такие люди, которые, как бы, вот, занимая... Ну, на вашем месте только они свою религию защищают? Ну, официально апологетического служения у мормонов, как бы, нет. У них есть институт, который занимается тем, что издает книги и материалы, которые пытаются с научной, исторической точки зрения оправдать то, что говорит мормонская церковь, заложить какое-то основание под их писание. И время от времени они приглашают каких-то людей, мормонов, специалистов по биологии, по истории, по археологии, которые выступают и что-то делают. Есть люди, которые самопально, именно по своему желанию, пишут подобные книги, выступают на такие темы. Как, в принципе, среди мормонов есть достаточно большое количество людей, которые... То, что называется либеральные мормоны, да, то есть они, как бы, вроде бы и члены церкви, но при этом критически очень смотрят на то, что церковь делает, и критически воспринимают учения церкви. То есть они готовы согласиться с тем, что в истории церкви были проблемы, и официальное толкование писаний церковных не совсем правильно. То есть мормонская диаспора, она достаточно велика и разнообразна. Но, в общем-то, у мормонов очень большой корпус профессиональных миссионеров, о которых мы говорили, которые как раз выполняют эту функцию защитников мормонского учения. То есть, в общем-то, это их обязанность с такими людьми, как я, допустим, общаться и объяснять, почему я не прав. То есть таких профессиональных апологетов в каждом приходе у них, как правило, нет. Но, с другой стороны, есть люди, которым самим это интересно, которые сами пытаются этим заниматься. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Тут есть один момент, о котором тоже нужно сказать. Дело в том, что в последнее время наметилась очень опасная тенденция в американском христианстве, американском мормонизме. Дело в том, что начиная где-то со второй половины 90-х годов в Америке появилась группа людей, группа мормонов и группа христиан. Причем христиан достаточно известных и достаточно влиятельных, которые пытаются вести некий диалог между собой. Но результатом этого диалога является то, что они пишут книги и выступают на конференциях, и говорят христианам, что разница между мормонами и христианами далеко не так велика, как можно себе представить. То есть они сглаживают вот эти противоречия, которые между нами существуют. И доходят до того, что очень влиятельные христианские лидеры, выступая на конференциях, в частности был такой случай, когда несколько лет назад, по-моему, даже мормоны сами пригласили выступить у себя очень известного апологета, христианского доктора Равиза Харайеса. И христиане ожидали от этого очень большого эффекта, потому что он собирался прямо и ясно объяснить людям христианское представление о Христе, рассказать им о Евангелии. Но беда в том, что сразу перед его выступлением или сразу после его выступления один другой очень известный христианский лидер выступил в своем выступлении, извинился перед мормонами за то, что христиане их не понимают, за то, что они к ним так критически относятся. Естественно, мормоны гораздо чаще, гораздо громче говорили вот об этом выступлении второго лидера, нежели о том, что говорил доктор Харайес. То есть, к сожалению, вот такая группа христиан, которые из, наверное, самых добрых побуждений пытаются наладить какие-то отношения с мормонами, она, к сожалению, делает очень опасное дело. Она стирает грань между ересью и правильным учением. И в этом отношении надо иметь в виду, что тенденция такая есть. Есть опасность того, что какая-то часть христиан перестанет воспринимать мормонов как еретиков, как людей, проповедующих ложное учение, к сожалению, существует. У меня такой вопрос. Вот вы, как апологет, как специалист по этим вопросам, можете сказать, свою точку зрения, может ли быть человек, возрожденный от Господа, от Духа Святого, быть в этих культах, в этих конфессиях, в этих группах? Да, Бог может его использовать. Может ли быть возрожденный человек? Вы знаете, тут сложно ответить на этот вопрос однозначно, потому что, с одной стороны, Господь способен на многие вещи, которые я себе представить не могу. То есть, Господь гораздо больше, чем мое воображение в этом отношении. И Господь, Дух дышит, где хочет. И сделать Он может много самых разных вещей. То, что я знаю, то, что я понимаю, то, из чего исхожу, это то, что в этих церквях, которые мы называем культами или сектами, не проповедуется христианская Евангелие. Проповедуется извращенное представление о Христе, о сути Его искупления, о сути христианской жизни, о том, каким образом мы получаем прощение наших грехов и благословение от Бога. И это не считая всех остальных извращенных учений, которые там присутствуют. Писание говорит о том, что человек, который не верует во Христа, уже осужден. Человек, который потому что отрекся от Единородного Сына Божьего. Эти культы проповедуют иного Христа, не того, который на самом деле за нас умер и воскрес. И они совершенно иначе представляют собой, себе, суть Его спасительной работы. Апостол Павел писал, кто к вам приходит и проповедует иное Евангелие, да будет анафема. Поэтому я, не имея возможности судить о спасении конкретных людей, только Бог может сказать о том, кто спасется, кто не спасется. Это Его право, Он один судья. И я могу сказать, что у меня нет причин ожидать, что среди этих людей есть люди, которые не нуждаются в проповеди Евангелия. То есть, это люди, которые всю жизнь, с момента пришествия в эту организацию, слушают иное Евангелие. Им рассказывают о мыдовом Христе, и они получают иного духа. И поэтому моя задача, как задача любого христианина, проповедовать им истину. Не полагаясь на то, что Господь, возможно, может каким-то таинственным образом даровать людям спасение. Понимаете, да, что я имею в виду? То есть, я не могу представить себе действие Божие, но мне это и не нужно делать. У меня есть конкретное поручение. Нести Евангелие тем людям, которые Его не знают. Они Его не знают. Моя задача проповедовать этим людям в надежде на то, что Господь таким образом достучится до их сердец. Если человек, будучи в мормонской церкви, находит истинное Евангелие, понимает, что Христос на самом деле не его сделал, и в Библии находит истинное отражение описания Христа, мне кажется, логичнее всего, чтобы он оттуда ушел. Мне трудно себе представить, как человек, который нашел истину, может остаться в мормонской церкви, потому что очень сильны, очень велики различия. Поэтому нет у меня причины ожидать того, что в мормонской церкви человек, который остается там, который не хочет туда уходить, он имеет спасение. Хотя, опять же, суд окончательный, он не в моей власти, это не мое право. Один христианин известный сказал такую вещь, что Господь всемогущ и, возможно, Он может дать человеку спасение, помимо Евангелия, помимо Божьего слова, то есть, кто может ограничить Бога. Но у нас нет никакого права жить и действовать так, как будто это возможно. То есть, у нас есть конкретное поручение, которое нам дано, и мы обязаны его выполнять. То есть, в данном случае, то, что сокрыто, принадлежит Богу. То, что открыто принадлежит нам. До чего мы дошли, что поняли, так мы должны мыслить и по такому правилу поступать. И у нас есть конкретное поручение идти проповедовать Евангелие всякой тварь и пленять Словом Божиим всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Вот чем мы с вами и занимаемся. Человек, который отрицает Христа, в Писании говорят, что он однозначно осужден, и мы никак иначе смотреть на вещи не можем. Еще вопрос есть? Спасибо. Ну и, чтобы завершить тогда наш сегодняшний разговор о мормонах, насколько я понимаю, с ними многие христиане не сталкивались и в реальности никогда не имели возможности с этими людьми пообщаться. Просто знайте, что мормоны – это не ваши враги, они враги Евангелия, они враги Христа, не потому, что они настолько плохи, но, как любой человек неверующий, человек невозрожденный, эти люди, которые находятся в состоянии вражды с Богом. Это люди, которые являются пленниками греха, пленниками своей плоти. И наша с вами задача – в любви, в смирении, в молитве донести до них Евангелия Христова, чтобы они могли освободиться от сети лукавого, который уловил их в свою волю. И очень важно в этом смысле как раз не прельщаться, не пленяться таким приятным внешним обликом, который мормоны производят, но очень четко понимать, что граница между ложью и истиной происходит по проповеди истины, по проповеди истинного Евангелия. Поскольку мормоны проповедуют ложь, наша задача – донести до них истину, но, опять же, с любовью, смирением и кротостью. Понимая, что мы с вами при всем желании не можем этих людей спасти, только Господь может использовать наше благовестие для того, чтобы даровать людям спасение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok